Дмитрий Менделеев родился в 1834 году, 8 февраля, в городе Тобольск, Россия. Отец Иван Павлович был директором окружных училищ Тобольской гимназии, происходил из рода священника Павла Максимовича Соколова, русского по национальности. Фамилию Иван поменял в детстве, будучи учащимся Тверской семинарии. Предположительно, это было сделано в честь его крестного отца, помещика Менделеева. Позднее неоднократно затрагивался вопрос о национальной принадлежности фамилии ученого. По одним сведениям, она свидетельствовала о еврейских корнях, по другим – о немецких. Сам Дмитрий Менделеев рассказывал о том, что фамилию присвоил Ивану его педагог из семинария. Юноша произвел удачный обмен и тем прославился среди однокашников. По двум словам, Мену делать Иван Павлович был вписан в учебную ведомость. Мать Мария Дмитриевна, в девичестве Корнильева, занималась воспитанием детей и домашним хозяйством, имела репутацию интеллигентной и умной женщины. Дмитрий был в семье самым младшим, последним из 14 детей, по другой информации, последним из 17 детей. В 10-летнем возрасте мальчик лишился отца, который ослеп и вскоре умер. Во время учебы в гимназии способности Дмитрий не проявил, сложнее всего ему давалась латынь. Любовь к науке прививала мать, она же участвовала в формировании его характера. Мария Дмитриевна увезла сына учиться в Петербург. В 1850 году в Петербурге юноша поступает в главный пединститут на отделение естественных наук физмата. Его преподавателями были профессор Э. Х. Ленц. А. Воскресенский Н. Остроградский. Во время учебы в институте, 1850-1855 годы, Менделеев демонстрирует незаурядные способности. Будучи студентом, он публикует статью об изоморфизме и ряд химических анализов. В 1855-м Дмитрий получает диплом с золотой медалью и направление в Симферополь. Здесь он работает старшим учителем гимназии. С началом Крымской войны Менделеев перебирается в Одессу и получает должность преподавателя в лице. В 1856-м он снова в Петербурге. Учится в университете, защищает диссертацию, преподает химию. Осенью защищает еще одну диссертацию и назначается приват-доцентом университета. В 1859-м Менделеева отправляют в командировку в Германию. Работает в университете Гюйдельберга, обустраивает лабораторию, исследует капиллярные жидкости. Здесь им были написаны статьи о температуре абсолютного кипения и о расширении жидкостей, открытое явление, критическая температура. В 1861-м ученый возвращается в Петербург. Создает учебник «Органическая химия», за что удостаивается Демидовской премии. В 1864-м он уже профессор, а спустя два года возглавляет кафедру, преподает и работает над основами химии. В 1869-м представляет периодическую систему элементов, совершенствованию которой посвятил всю жизнь. В таблице Менделеев представил атомную массу девяти элементов, позднее добавил в свод группу благородных газов и оставил место для элементов, которые еще предстояло открыть. В 90-е годы Дмитрий Менделеев внес свой вклад в открытие явления радиоактивности. Периодический закон включал в себя доказательства связи свойств элементов и их атомного объема. Теперь рядом с каждой таблицей химических элементов находится фото первооткрывателя. В 1865-1887 годах разрабатывает гидратную теорию растворов. В 1872-м начинает изучать упругость газов, спустя два года выводит уравнение идеального газа. Среди достижений Менделеева этого периода, создание схемы дробной перегонки нефтепродуктов, применение цистерн и трубопровода. При содействии Дмитрия Ивановича сжигание черного золота в топках полностью прекратилось. Фраза ученого сжигать нефть все равно, что топить печку ассигнациями, стало афоризмом. Еще одной сферой деятельности ученого стали географические исследования. В 1875 году Дмитрий Иванович побывал на Парижском международном географическом конгрессе, где представил на суд свое изобретение – дифференциальный барометр-высотомер. В 1887 году ученый участвовал в путешествии на аэростате в верхние слои атмосферы для наблюдения полного солнечного затмения. В 1890-м ссора с высокопоставленным чиновником стала причиной ухода Менделеева из университета. В 1892-м химик изобретает методику получения бездымного пороха. Одновременно с этим его назначают хранителем депо образцовых мер и весов. Здесь он возобновляет прототипы фунта и аршина, занимается вычислениями по сравнению русских и английских эталонов мер. По инициативе Менделеева в 1899 году факультативно вводится метрическая система мер. В 1905, 1906 и 1907 годах ученого выдвигают кандидатом на Нобелевскую премию. В 1906 году Нобелевским комитетом премия присуждается Менделееву, но Королевская академия наук Швеции это решение не подтвердила. Менделеев, являющийся автором более чем полутора тысяч трудов, имел огромный научный авторитет в мире. За свои заслуги ученый был удостоен многочисленных научных званий, российских и зарубежных наград, был почетным членом ряда научных обществ на родине и за границей. В юности с Дмитрием случился неприятный случай. Ухаживания за девушкой Соней, с которой тот был знаком с детства, закончились помолвкой. Но изнеженная красавица к венцу так и не пошла. Накануне свадьбы, когда подготовка уже шла полным ходом, выходить замуж Сонечка отказалась. Девушка посчитала, что нет смысла что-то менять, если жизнь не так хороша. Дмитрий болезненно переживал разрыв с невестой, но жизнь шла своим чередом. От тяжких дум его отвлекла поездка за границу, чтение лекции и верные друзья. Возобновив отношения с Фиозовой Никитичной Лещевой, с которой был знаком ранее, стал с ней встречаться. Девушка была старше Дмитрия на 6 лет, но выглядела молодо, поэтому разница в возрасте была незаметной. В 1862-м они стали мужем и женой. Первая дочь Маши родилась в 1863 году, но прожила только несколько месяцев. В 1865-м родился сын Володя, спустя три года, до Чоля. К детям Дмитрий Иванович был привязан, но времени ему уделял мало, так как жизнь была посвящена научной деятельности. В браке, заключенном по принципу стерпится-слюбится, он не был счастлив. В 1877-м Дмитрий знакомится с Анной Ивановной Поповой, которая стала для него человеком, способным в трудную минуту поддержать умным словом. Девушка оказалась творчески одаренным человеком, училась в консерватории Грена Фортепиано, позже в Академии художеств. Дмитрий Иванович устраивал у себя молодежные пятницы, где и познакомился с Анной. Пятницы трансформировались в литературно-художественные среды, завсегдатаями которых были талантливые художники и профессора. Среди них были Илья Репин, Иван Крамской, Архип Куинджи, Иван Шишкин, Николай Вагнер, Николай Бекетов и другие. Женитьба Дмитрия и Анны состоялась в 1881 году. Вскоре у них родилась дочь Люба. Сын Иван появился в 1883, близнецы Василия и Мария, в 1886, во втором браке личная жизнь ученого сложилась счастливо. Позднее зятем Дмитрия Ивановича стал поэт Александр Блок, женившись на дочери ученого Любови. В начале 1907 года в Палате Мер и Весов проходила встреча Дмитрия Менделеева и нового министра промышленности Дмитрия Философова. После обхода палаты ученый заболел простудой, которая вызвала воспаление легких. Но даже будучи сильно больным, Дмитрий продолжал работу над рукописью к познанию России, последними написанными им словами, в которой стала фраза в заключении считаю необходимым, хоть в самых общих чертах, высказать. Смерть наступила в 5 часов утра 2 февраля по причине паралича сердца. Могила Дмитрия Менделеева находится на Волковом кладбище Санкт-Петербурга.